Как пикировать баклажаны на рассаду? Что будет, если не пикировать баклажаны? И как ухаживать за баклажанами на рассаду после пикировки? Для чего рассаде баклажан пикировка? Процедура проводится для одновременного укрепления и закалки рассады перед высадкой в открытый грунт. Поскольку саженцы баклажан еще малы, а корневая система у них слабая, задача огородника – правильно провести пикировку баклажан на рассаду, снизив объемы повреждения, в идеале, конечно, совершенно не допуская их. Если не пикировать рассаду баклажан, то что произойдет? Саженцы не приживутся в новой почве, снизится защитная функция, корни не окрепнут, листовая пластина не разовьется, есть риск сгорания или увядания саженца в грунте. Пользу пикировки баклажан на рассаду можно будет оценить после посадки в открытый грунт, а пока придется принимать решение, исходя из перечисленных плюсов. В любом случае, провести пикировку один раз ради эксперимента можно. Что нужно для пикировки баклажан на рассаду? Для проведения пикировки потребуется новая земля, стаканчики и подготовленная рассада баклажан. Саженцы за неделю до пикировки увлажняют. Влажность земляной кому меньше травматичность и ускорит процедуру. Как пикировать баклажаны на рассаду? Заполнить стаканчик на треть почвой, методом перевалки переместить саженец в стаканчик, уплотнить немного землю сверху, повторить процедуру для каждого саженца. После пикировки рассаду баклажан не поливают одну неделю, поскольку влаги в почвенной смеси хватает. Пока происходит адаптация и восстановление после стрессовой процедуры для саженцев, нужно не беспокоить рассаду. После пикировки рассаду баклажан удобряют жидкими минеральными компонентами. Как ухаживать за баклажанами на рассаду после пикировки? После проведения пикировки баклажаны удобряют минеральными комплексами, постепенно увеличивая объемы удобрений. Чем подкормить рассаду баклажан после пикировки? Кемералюкс, корни рост, аква. Из самостоятельно приготовленных смесей аммиачная селитра в объеме 70 грамм, суперфосфат 2 грамма, калийная соль 1,5 грамма. Разбавить смешанные компоненты в 10 литрах воды. После пикировки меняют условия ухода за рассадой баклажан. Ее перемещают температуру 26-28 градусов под рассеянное освещение. Через 2 недели после пикировки рассаду баклажан выносят на балкон, если температура воздуха позволяет для закалки. Начинайте с 30 минут на свежем воздухе, периодично закалки рассады 1 раз в неделю с постепенным увеличением продолжительности. С развитием 5-8 полноценных листов на рассаде баклажан после пикировки можно пересаживать культуру в открытый грунт, если погодные условия позволяют. При пересадке осмотрите корневую систему на наличие поврежденных участков или паразитов. Бракованные и пораженные саженцы лучше сразу отсеять или заняться лечением, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на выращивании крепкого урожая баклажан в открытом грунте. Пишите в комментариях, как вы пикируете баклажаны на рассаду, какие компоненты почвенной смеси используете и какие утопрения вносите. Ждем ваших ответов. Продолжение следует...